Я рада вас приветствовать на моем канале. 24 мая, 11 мая по старому календарю отмечается народный праздник – Макеев день. Согласно церковному календарю, в эту дату всеверующие православные вспоминают священномученика Мокия Амфипольского. В народе по традиции народного календаря отмечают Мокия мокрого, поскольку по сегодняшней погоде предсказывали погоду летом, будет она мокрая или нет. Сегодня по церковному календарю день Кирилла и Мефодия – отцов письменности на Руси. Поэтому испокон веков это был день большим праздником. А вот в народе сегодня чтят Мокия мокрого. Говорят, что сегодня дожди богатства приносят. Приметы на 24 мая помогают избежать бедности на весь год. День Кирилла и Мефодия – это всегда был очень большой праздник на Руси. В этот день было принято веселиться, забавляться и развлекаться. Но никак не работать. Нельзя сегодня работать на огороде и в поле, нельзя колоть дрова, нельзя рукоделием заниматься, нельзя шить, стирать, убирать и гладить. Приметы на 4 мая говорят, что если сегодня какую-либо работу выполнять, то Матушка-Земля обидится, осерчает и бедностью на целый год накажет. А потому лучше пока все дела отложить на время до следующего дня. Сегодня отмечают День Мокия мокрого. Не просто так день назвали таким образом. Обычно 24 мая идут ливневые дожди. Говорят, если на Мокия мокро, то и все лето будет мокрое. Но дожди на Мокия не простые, а золотые. То есть они заряжены позитивной энергетикой и несут в себе энергию богатства. Поэтому под дождем на Мокия можно и нужно купаться и мокнуть. Считается, что если на дождь вывесить на улицу полотенце или платок, а потом занести его в дом, высушить и повесить в красном уголке, то оно будет целый год в дом приносить удачу. Христиане обычно в Мокии в день не выходили на полевые работы, так как бытовала в народе примета, что если нарушить этот запрет, то тогда все посеянное может побить градом. По этой же причине 24 мая на Мокия принято было выбрасывать помело через окошко, чтобы град поскорее закончился и не нанес большой беды огородам и полям. На Мокия мокрого крестьяне обращались к богу-громоверстцу Перуну, который швырял с неба камни градинки. Его старались любым способом задобрить. Выносили на поле буханку хлеба, посыпали ее солью, а после ломали на куски, раскидывая повсюду, чтобы птицы склевали. По народному поверью, Перун посмотрит, что его небесные посланники сыты и довольны, и перестанет злиться и метать камушки. После крестьяне обходили с иконами в руках свои поля и шли в храмы, чтобы помолиться за посевы. Женщины в этот день вывешивали на улицу полотенца, а после ощупывали их и определяли, какое будет лето. Если мокрый – рушник, влажная и богатая на дожди, если сухой – знойная. Согласно поверью, 24 мая Мокии в день начинают просыпаться русалки. Этих темных созданий очень боялись, так как они могли защекотать понравившегося парня и забрать его с собой в подводное царство. Там он становился супругом русалки, которая окружала его богатством и заботой, постепенно отнимая память, чтобы он не помнил о своей земной жизни. Поэтому перед тем, как идти сегодня к реке, брали пучок окаянной травы – полыни, которую русалки очень не любят. Бросали ее в воду и только тогда шли купаться, иначе от этой нечисти не избавиться. Девушки этот день проводили в плетении венков, которые опускали по воде, чтобы русалка подобрала и могла в нем веселиться ночью. Если на Мокия целый день дождь идет, то и все лето будет дождливое. Туман с вечера и до утра по земле стелится, жди бури и грозы. Если дождь только после полудня начался, то будет коротким. Красный восход солнца сулит лето полный огроз. Приметы на 24 мая говорят, что если под дождем сегодня искупаться, то день и в карманах будет много водиться. Согласно старинным поверьям, главное, что нельзя делать 24 мая в день Мокия Мокрого. Нельзя заниматься севом и посадкой растений. Считалось в народе, что если не послушаться приметы, град все посевы побьет. 24 мая незамужним девушкам нельзя мести пол. Считается, что тогда они могут вымести из своего дома всех женихов. Лучше вспомнить об обычае наших прабабушек, которые в день Мокия Мокрого плели из трав большие венки, чтобы можно было его не просто на голову надеть, а пропустить через все тело. После венок поднимали из зеленой травы и пускали в воду, загадывая при этом будущего супруга. Верили девушки, подхватят венок русалке и станут веселиться с ним по ночам, желая создавшей такую забаву много любви и жениха хорошего. Нельзя в этот день браться за новые дела, тем более не закончив старые. Иначе можно остаться ни с чем. В таком случае даже давно начатое дело, которое складывалось самым лучшим образом, в итоге не принесет желаемого результата. В день Мокия Мокрого приметы не советуют делать крупные покупки. Все приобретенное 24 мая очень скоро придет негодность. Влюбленным в этот день нельзя признаваться в своих чувствах, иначе любовного разочарования не избежать. А вот для разрыва отношений этот день подходит идеально. Расставание пойдет легко и без обвинений. Кроме того, есть большая вероятность, что после бывшие партнеры могут остаться очень хорошими друзьями. Нельзя в этот день приобретать новую обувь. Покупка новой пары будет неудачной. Поэтому 24 мая лучше заняться починкой старой обуви, а также приведением ее в порядок. В этот день читали особый заговор, чтобы избавиться от нищеты. Перед свечой нужно произнести такие слова. Свечка горит, Господь Бог на меня глядит. Мои молитвы внимает и во всем помогает. Помоги, Господи, мне есть на злате и серебре. Ключи моим словам, замок моим делам. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если 24 мая вечером туманно, ожидается буря. Если на Мокее дождит, примета, что лето будет сырое. Багряный восход в Макее в день примета к грозе. После обеденной дождь быстро заканчивается, примета к ветру. Радуга высокая, ветер предрекает низкая, ураган. Алый закат, в лесу может начаться пожар. Считается, что рожденные в этот день очень активные и шумные люди. Они многого добиваются в жизни, своей напористостью и непоколебимостью. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok